У нас на связи в эфире канал АК+, один из самых активных критиков режима Назарбаева, бывший посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев. Господин Алиев, Ваше имя нынче, но особенно активно склоняется в мировых СМИ по нескольким причинам. Одна из них, последняя, можно сказать, исчезновение в отпуск президента Назарбаева, очередное исчезновение его в отпуск. И на днях в своем блоге Вы сообщили о том, что президент пребывает в одной из клиник в Германии с диагнозом рак предстательной железы. Вы даже пожелали ему скорейшего выздоровления. Этот диагноз нигде в печати не подтверждается. Насколько Ваша информация соответствует действительности? Прежде всего, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что врачебная тайна на главу государства, тем более Казахстана, где 16 миллионов населения и где прописано в Конституции о том, что доступ, открытый доступ к информации, к свободе слова. Но, тем не менее, господин Назарбаев провел драконовские такие законы о государственных секретах, где тайна за семью печатями является состояние его здоровья, членов его семьи, его охраны и так далее, и так далее, и прочее, прочее, прочее. Я считаю, что состояние здоровья президента, оно должно быть обсуждаться, оно должно быть открыто для общественности. В том числе, даже открыты должны быть и медицинские заключения, которые даются как кандидату в президенты. А мы знаем, что недавно, весной, господин Назарбаев баллотировался и, как всегда, выиграл эти безальтернативные, так скажем, выборы. Что касается состояния его здоровья, мне многое доверялось, в том числе и раньше, и он несколько раз приезжал на обследование и на лечение в Австрию, в Вену, когда я был послом Казахстана в Вене. Он даже, мало того, управление делами президента, оно заключило большой, комплексный такой договор на диспансеризацию, на лечение президента Казахстана Назарбаева в Станобич. И он постоянно приезжал. Ну, иногда оплата его медицинского обследования производилась за счет государства, а ранее мне приходилось даже из собственного кармана оплачивать его пребывание. Поэтому я в курсе его медицинского, так скажем, состояния его здоровья. Так что этот диагноз возник не только сейчас, это уже старая история. Да, это начиная где-то с 2006-го, 2005-го года это его беспокоило, но такой пиком, конечно же, стало это уже 2007-й и последующие годы. А вы в своей первой профессии врач. И насколько, по вашему мнению, опасно сегодня, с вашей точки зрения, конечно же, состояние здоровья президента? Я хочу сказать, что я не только врач, я и доктор медицинских наук, и доктор экономических наук Российской Федерации. И со своей стороны, конечно же, как каждый врач, мы имеем возможность точно ставить диагноз пациенту. Но судя по той информации, которая поступает ко мне из Казахстана, из ближайшего окружения президента, в последнее время он очень сильно был напряжен, такое состояние депрессии у него было, перемежавшееся с какими-то эмоциональными такими всплесками и падениями. Все это связано, как вы знаете, в Советском Союзе и у советских людей, президент Мазарбаев относится к ним, они очень сильно переживают, когда касается вопросов, допустим, онкологических заболеваний, а тем более возраст все-таки уже 71 год. И как бывший советский гражданин, он, любой пациент, это не так, как на Западе. Раз рак, это уже как приговор. И с этим справляться очень сложно, в силу чисто психологических таких состояний, психоэмоционального состояния. Ну и поэтому, именно не доверяя своим казахстанским врачам и профессорам в Казахстане, в Астане, он предпочитает довериться иностранным врачам. Это тоже идет в разрез его пропаганды о том, что нужно лечиться у себя в стране, инвестировать там и так далее, и так далее. За 20 лет не построено ни одной достаточной клиники, где глава государства мог бы получить достойное лечение. А это он впервые обратился в немецкую клинику? Нет, он постоянно, он не доверяет своим врачам, казахстанским врачам. Он постоянно бывает только, доверие у него вызывают только зарубежные. Раньше это было, он ездил в Москву, в центральную клиническую больницу четвертого управления, ну и санаторий, барвиха и так далее. А вот после обретения независимости, Мурсан Абишич доверяет только именно, ранее он ездил в Париж в клинику, где проводил обследование, лечение по сердечно-сосудистой системе, потом в Швейцарию, затем, после того, как в Швейцарии были заблокированы его счета и открыты различные расследования уголовные, он переместился, так скажем, в Австрию. Ну и в силу определенных обстоятельств после 2007 года, он в Австрию обходит стороной, и вот сейчас он выбрал германских, немецких врачей. А Австрию он обходит стороной в связи с вами, конечно. Ну, конечно же, конечно же. В своем блоге, сообщая об обострении заболевания Назарбаева, вы написали, что рядом с ним в клинике пребывает его вторая жена. Кого конкретно вы имеете в виду? Я имею в виду его неофициальную, так скажем, супругу, с которой он проживает в Астане. Я это писал и в своей книге. И хотел бы еще раз подчеркнуть, что от нее у него уже двое сыновей. И это является таким сильным раздражителем в отношениях с Сарой Алпысаной. Законной, так скажем, супругой Нурстана Бишича. А ее имя известно казахстанской публике? Я бы не стал вдаваться в эти внутрисемейные вопросы. Это, честно говоря, с одной стороны, наверное, это интересно. Но так как сам Нурстан Бишич не в состоянии, не хочет раскрывать это, я думаю, и нет необходимости. Кто хочет, тот всегда может открыть мою книгу и обратиться. Это не является сейчас таким большим секретом. По той информации, которую вы получаете из Казахстана, о которой вы говорили ранее, как в семье воспринимают болезнь Назарбаева? К этому, что уже привыкли, или среди близких царит определенная паника? Я хочу сказать, что вообще любое заболевание у Назарбаева, оно проходит у него очень бурно, и так очень сильно он как-то, реакция его организма. Даже любая простуда у него с температурой, с таким, с осложнениями все это происходит. И он очень сильно переживает. И вообще боится он даже, вот я несколько раз видел, он боится даже вот, когда ему внутривенные вливания, какие-то внутривенные инъекции вводят, он этого страшно боится. Под любым предлогом он отказывается от этого. Боится, что ему введут что-то не то, или еще что-то, какая-то аллергическая реакция. Очень не доверяет он своим лечащим врачам. Это все связано вот с такой манией, понимаете, что его все хотят отравить, его хотят убить или еще что-то. Он очень так к этому относится. Это, видимо, и все-таки психологическое состояние, когда человек построил только под себя всю государственную машину. Конечно же, он таким вот авторитарным лидером со временем. Это не сразу происходит. Это на протяжении определенных десятков лет человек становится именно таким подозрительным, боязливым. К любой болезни, я подчерклю. К любой. Мнительным, маниакальным таким. И это не то, что показывается по телевизору, его какие-то встречи, хронику официальную. Это совсем он другой человек. Он обычный, как нормальный, ну, скажем, ненормальный, но более-менее, так скажем, в рамках нормального человека. Он дома совершенно другой. Одно дело на публике, одно дело на людях, а другое дело дома. В совершенно разных ипостасях человек находится. А как семья относится к его болезни? Ну, переживает, конечно. Все напряжены, все переживают, беспокоятся. Потому что все от него зависит. Не дай бог, если что-то с ним случится, то все преломляют на себя лично. Что будет с ним лично? Вот в этой связи в международной печати из-за болезни Назарбаева вновь остро возникла тема преемника. Как вы думаете, она до сих пор является полностью нерешенной в стране? И в связи с обострением болезни президента эта тема как-то прояснилась? И президент, может быть, в каком-то смысле готов даже сегодня эту тему конкретно решать и взвешивать? Я не думаю, что даже любая болезнь, она как-то повлияет на Назарбаева. Потому что он никому не доверяет, даже из ближнего круга. Он хочет до последнего, до вздоха, так скажем, находиться в роли лидера, в роли главы государства. Он никому не отдаст и не подготовит какого-то преемника. Потому что, исходя из принципа «после меня хоть потоп», ни один авторитарный лидер или... Хотя, конечно же, многому может и научить и история того же Туркменистана. Для меня, кажется, очень интересно было бы посмотреть, как происходит, допустим, в Венесуэле. Вот у президента Чавеса обнаружили рак прямой кишки. И как это происходит? Он делегирует часть своих полномочий на время проведения химиотерапии, на время проведения операции. Это все открыто, транспарентно. Нежели в нашем казахстанском случае. Это две разные, вот как подходят... Более-менее. Хотя нельзя сказать, что более демократичное общество в Венесуэле, но, тем не менее, президент более подконтролен. Господин Алиев, а есть ли в окружении президента люди, которых тема ухудшения состояния здоровья Назарбаева особенно мобилизует? Вот газета «Файненшал Таймс», например, представляет такую группу людей, как бы возможных кандидатов в президенты. Это и Тимур Кулебаев, муж дочери Назарбаева, и глава Самрук Казына, и премьер Масимов, и мэр Астаны Касмагамбетов. Здоровье президента может напрямую касаться этих людей. Как вы думаете? Я считаю, что это тоже из области фантастики. Конечно же, в случае какого-то непредвиденного летального исхода у пациента, допустим, в случае с Назарбаевым, конечно же, основные рычаги управления государственной власти, они находятся у премьер-министра. Хотя по Конституции вторым человеком или исполняющим обязанности президента должен быть спикер Сената, то есть Кайрат Мами, недавно назначенный на эту должность. Но президент, судя по всему, ему не доверяет, даже на время операции он не передал ему никаких полномочий. Это говорит о том, что это временная фигура, временная пешка на шахматной доске у Назарбаева. И эта пешка, она никогда не попадет в ферзи. А что касается Тимура Кулибаева и Тасмагамбетова, мэра Астаны, я считаю, что у них очень невысокие шансы. С другой стороны, нельзя забывать о том, что во времена такой смуты и смятения, конечно же, мобилизируется, как вы говорите, это силовой блок. Вы можете назвать каких-то конкретных людей, у которых больше всего шансов на это кресло? Ну, я считаю, что в условиях, когда конституционно и легально в правовом ракурсе нет преемственности, неизвестно, кто может претендовать, я имею в виду, на законных основаниях, в случае, если президент не в состоянии управлять государством, управлять своими должностными полномочиями, в этот момент, конечно же, можно сказать, в случае в Казахстане, с Казахстаном, это силовой блок, а именно председатель Комитета национальной безопасности, это бывший и помощник, и спикер Сената, это Нуртай Абыкаев, который в очень близких отношениях с Назарбаевым, не только дружеских или подчиненных каких-то, самое главное, они, как бы, можно сказать так, они повязаны даже на крови. Именно, вы знаете, что в 2006 году, именно по официальной версии, я еще раз подчеркиваю, руководитель аппарата Сената, когда возглавлял Абыкаев, это некто Утимбаев, на него повесили убийство, организацию и убийство оппозиционного политика Сарсимбаева. Это говорит о том, что любые такие даже грязные преступные дела доверяются вот в этой связке. И большинство полномочий, конечно же, на такой переходный, так скажем, период, многое будет решаться именно вот таким силовым блоком, потому что Комитет национальной безопасности, он фактически обладает полнотой, всей полнотой власти, над полицией, над Министерством внутренних дел, над Министерством обороны, и в какой-то такой иерархии оно, конечно, выше даже и службы охраны президента. А в связи с напряжением, связанным с обострением состояния здоровья президента, ожидаете ли вы какие-то новые перестановки кадров в руководстве страны? Я думаю, да. Но это в ближайшее время. Вы знаете, вот это заключается не на том, что, допустим, какая-то информированность или... Потому что невозможно проследить мысли Назарбаева, но судя по тому, как ранее он... его, так скажем, ход, логика его принятия решений, в том числе и в кадровой политике, а мне приходилось с ним быть долгое время рядом с ним, я хочу сказать, что он, конечно же, будет предпринимать различные кадровые перестановки, в том числе и продвигая на далеком расстоянии вот того приемника, на которого он поставит. Но это не будет видно невооруженным открытым глазом. Потому что если он официально признает какого-то приемника, то вы прекрасно понимаете, что все... весь ближний круг, вся элита набросится на него и растерзает этого приемника. А в связи с состоянием его здоровья, является ли тактика казахстанской стороны по отношению к вам лично? Ну, я считаю, что как бы ни было какие-то политические разногласия у нас с Нурстаном Бишичем, что касается его сегодняшней ситуации, я, конечно же, еще раз хотел бы пожелать ему здоровья. Я не держу зла на него, я не испытываю какую-то месть за то, что он сделал. Бог ему судья. Ну, я считаю, что после ухода эры Назарбаева все станет на свои места и справедливость восторжествует. Не только в отношении меня, но и в отношении многих людей, пострадавших от режима Назарбаева. Многие люди, которые даже находятся в местах заключения, которые несправедливо были осуждены и вообще за весь этот беспредел, конечно же, будут отвечать многие ближайшие сторонники. Но я считаю, что только после того, как Назарбаев уйдет со сцены, так или не физическими, или в другом плане, то сразу же вот этот баланс восстановится. Ну что ж, на этом мы и закончим наше интервью. Спасибо. Спасибо.